Здравствуйте, я Боевинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и представитель фонда Рабочей Академии. Как я уже рассказывал в предыдущем ролике, у нас в Санкт-Петербурге, в курортном районе появилась новая первичная профсоюзная организация в городской больнице номер 40, ее председатель является Баранов Владимир Михайлович. И вот 6 апреля мы в составе членов исполкома навестили эту больницу по предварительной записи и познакомились с главным врачом городской больницы номер 40. Зовут его Щербак Сергей Григорьевич, цель нашего визита была проста, это познакомиться и решить вопросы взаимодействия нашего профсоюза с администрацией больницы. Администрация больницы уже была оповещена, что у них есть первичная профсоюзная организация, были даны все документы, это и устав нашей организации, это выписка из протокола учредительного собрания, а также письмо от Коновала нашего председателя всего нашего профсоюза, от Коновала Андрея Петровича о том, что есть такая организация и она поставлена на учет советом в центральном аппарате межрегионального профсоюза работников здравоохранения действий. А главный врач Щербак Сергей Григорьевич повел себя ожидаемо, как ведут себя 99 процентов главных врачей, у которых появляется на территории профсоюз действий, хотя за столом присутствовала юрисконсульт и они не отрицали то, что были получены все уведомительные документы, но при этом все эти уведомительные документы они трактовали как-то по-своему. Главный врач сказал, что признает профсоюз действия и готов работать с ним, но не готов работать с первичной профсоюзной организацией, пока ее председатель Баранов Владимир Михайлович не раскроет весь актив своего профсоюза. Вот такие условия поставил главный врач. Я могу сказать от профсоюза, что данные условия существуют только в голове главного врача и его юрисконсульта. Законодательством таких условий не прописано. Скажу больше. В ходе беседы выяснилось, что они не верят Баранову Владимиру Михайловичу и уклонились от прямого ответа, верят ли они вот этим документам, которые им представлены. Но тактика нашего профсоюза обычная. Мы никогда не раскрываем полностью ячейку, пока ячейка не окрепнет и пока все члены профсоюза не решат, что они готовы играть в открытую и готовы открыто отстаивать свои права. Напоминаю, что профсоюзы не подчиняются никому, никаким местным властям не администрация и запросить непосредственно, кто состоит в первичке. Может только суд, даже прокуратура этого сделать не может. И вот главный врач с юрисконсультом придумали какие-то интересные условия, которые ограничивают их взаимодействие с профсоюзом. И тут я должен напомнить еще раз законодательство, что работники любого предприятия, любой организации вправе организовать профсоюз. Для этого надо всего лишь три человека, их личное желание. И вот профсоюз создан. И когда работодатель получает уведомление о том, что на его организации существует профсоюз, вот с этого момента у него появляются обязанности. Обязанности по созданию условий работает для этого профсоюза. И как показывает уже сегодняшний день, тактика профсоюза, она правильная. Не успели мы уехать из городской больницы номер 40, из этого курортного района, как уже произошло давление на коллектив. Сейчас составлено якобы коллективное письмо и под давлением сотрудников заставляют подписывать это письмо. Текст письма мы еще не знаем, но осветим в следующем ролике. Ну и желаем новой первичной профсоюзной организации нашего профсоюза в городской больнице номер 40 занять свое место под солнцем и эффективно бороться за свои трудовые права. Ну и будьте здоровы, а пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok